Новый год пришел под названием Рыжий кот. Кот и год почти похожи. Одни буквы. Что я хотела про Новый год рассказать? Во время Нового года у меня, вернее не у меня, а мне даже, не только мне, по телевизору видела, задают такие вопросы и даже в комментариях, по-моему, были такие вопросы. Я не знаю, но часто очень встречалось в последнее время такое. Многие просто даже обсуждают и говорят о том, что Новый год стал не таким, как раньше. Ну, ощущения праздника нет. То есть нет ощущения, что вот он праздник, что вот Новый год, что вот как-то проходит невесело, без какого-то уже не радует блюда. Вот многие говорят, что ты не радуешься, что на столе, как-то уже все надоело. Я очень долго думала и думаю, ну в чем же причина? Ведь причина вообще-то давно уже ясна, она уже давно всем понятна. Просто единственное, что одним ответом можно это дать на этот вопрос, одним словом один ответ. Мы стали слишком хорошо жить. Да, вот именно хорошо жить как бы не смешно казалось, но действительно вот я просто даже обратила внимание на такие моменты, что вот когда люди в нужде, в нужде, они более искренне радуются тому, что что-то появляется. Ну вот представьте, целый год, год целый. Люди раньше. Я приблизительно говорю только про то время, которое вот жила сама, советское время, да. Ведь не было у нас таких праздников, выходных не было, как сейчас. У нас был единственный выходной, это 1 января. И то не у всех он, кстати, был. Многие 31-го, почти что все работали. Был редко 31-го у кого выходной. А был только лишь 1 января. А 2-го уже в января выходили на работу. То есть получается, таких праздников, как сейчас, не было. Мы действительно не отдыхали такого количества времени. То есть не было у нас столько возможности отдыхать. А сейчас, посмотрите, сейчас закончились новогодние праздники. 23 февраля, три дня выходных. 8 марта, выходные. Майские сплошные выходные. Июньские сплошные выходные. Июньские опять выходные. Осенью опять выходные. Этого же не было раньше, понимаете? И поэтому люди ждали, ждали этого праздника. Ждали, чтобы отдохнуть, чтобы повеселиться, чтобы расслабиться, чтобы встретиться с семьей, с друзьями, с родственниками. А сейчас, пожалуйста, не успел один праздник отпраздновать, скоро на другой соберемся, встретим. И уже начинает это надоедать и приедаться. И люди уже все не получают то удовольствие, которое раньше было. Потому что, когда ты чего-то ждешь, оно тебе, вот это ожидание, и приносит счастье. А когда ты ждешь, ну ты это уже недавно получал такое удовольствие, оно уже не приносит этого счастья. Поэтому, а с продуктами, то же самое песня. Мы же ведь многие продукты, которые покупали на Новый год в прошлом, покупали. И ведь многие покупали за годя. Кто-то за полгода где-то что-то достанет, какую-то консерву или еще что-то спрячет и держит до Нового года. Вспомните, за стол пока не сядешь, родители не давали тебе мандаринку взять, потому что на Новый год. Вот когда Новый год начнется, пожалуйста, все держали до последнего. А сейчас мандарины хочешь летом, хочешь весной, хочешь осенью, круглый год. Конфеты, да каких хочешь, переешь. Любых, уже едим их, и они нам не нравятся, потому что они не того вкуса. Да, потому что их стало слишком много, слишком много. А раньше это был дефицит. Покушать такое можно было только на праздник, потому что что доставалось дефицитное, держали на праздник. Шпроты, что ли, мы каждый день ели? Сейчас, вон, иди каждый день делай эти шпроты, ешь на здоровье. А раньше только на праздник. Вкусную консервацию открывали на праздник. Вот поэтому и было ощущение праздника, потому что мы это получали редко и не могли себе позволить в другое время. Вот поэтому нужда и дает возможность людям ощущать чувство счастья от того, что они получают. А сейчас все в доступности. Ты можешь кушать, одеваться, праздники устроить, выходные, все в волю. Вот оно. Все самое лучшее ощущается тогда, когда ты этого недополучаешь, а потом ты этим пользуешься. Как и покупку. Вот любую покупку. Мы же как, о чем-то мечтаем, да, о какой-то покупке. Хотим, хотим, копит кто-то деньги, кто-то там долгое время собирает эти деньги, копит, копит, там раз, покупает. Ну, сейчас у кого-то длится пару дней, у кого-то пару часов, а у кого-то, ну, месяц. И все. И все. И потом уже начинается привычка. Мы привыкаем к этой вещи, а через какое-то время мы даже к ней интерес теряем. И есть возможность купить еще вещь. Раньше вещи берегли, оберегали, потому что если уже покупали, их нужно было. Ты такую вещь купишь уже не так часто, не позволишь себе купить. А сейчас есть возможность, есть возможность, вон, и кредит взять, есть возможность и накопить денег, и купить все, что ты пожелаешь себе. И оно минутное, это счастье. Какое-то вот маленькое, такое вот, если только лишь то, что вы задумали и хочется вам, и вы до этого достигли, вот это вот достижение вот этого, чего вы хотели, и получается вот это минутное счастье. А раньше это помимо того, что нужно было достичь этого, получить, так еще и уберечь. Некоторые вещи почему и береглись из поколения в поколение, и оберегались. Даже раньше, вот возьмите даже из высоких сословий, дворян, княгинь, князей, у них даже передавались по наследству всевозможные украшения, посуда, еще что-то. А почему? Потому что это было вложение огромных денег в определенные вещи, которые должны передаваться из поколения в поколение, как история своего родословной. Потому что оно доставалось не так легко, оно тяжело доставалось. Это нам кажется, ой, каждый мог себе. Сейчас каждый может себе позволить купить эту бижутерию, сходить в любой ювелирный магазин, обвешаться этими брюликами, они будут на вас висеть. Но они никому не интересны, кроме ломбарда. Потому что даже вы своим детям, если оставите это в наследство, ну от силы это хватит в ломбард вложить и купить, поесть на недельку и все. А раньше это целое наследство было, это целое богатство было, поэтому его и ценили. Вот поэтому я и говорю. Дело в том, что из праздника, из нового года бережливают. Почему праздник-то не радует? Потому что слишком сатали часто получать удовольствие. Посмотрите, сейчас каждая пятница, люди только заканчивают работу, уже все едут на дачу. Раньше на дачу для чего ехали? Чтобы огород пахать. И туда ездили, не шашлыки жарить. Редко кто шашлыки жарит. А сейчас никто огород-то пахать не ездит. Ездят только шашлыки жарить, да отдыхать. И никто не особо устает. А вот если бы не ездили бы отдыхать, а пахать ездили бы так же, так же ждали бы праздников. Чтобы расслабиться, шашлыки пожарить или еще что-то. И радовались бы праздникам. Вот и вся разница-то. Вот почему мы не ощущаем сейчас счастья праздника. Но в нашей семье такого нету, мы действительно ощущаем, мы ждем праздников. Потому что мы та семья, которая праздники не отмечают, как обычные люди. И у нас выходной один-единственный в неделю. И нет, два стало. С прошлого года два. Как огород завели, два стало. А так было раньше. Один выходной мы работали. Один выходной работаем с утра до вечера. Приходим иногда даже часов десять домой. С утра пораньше уходим. Круглые сутки. Но вот когда так работаешь, ты понимаешь, что тебя... Ты ждешь этого праздника. Мы действительно очень радуемся, когда у нас приходят в семье праздники. И мы их отмечаем с радостью. У нас действительно поэтому праздники всегда с настроением. Всегда с хорошим позитивом. Всегда на полную катушку. Потому что мы отдыхаем по-настоящему. Мы их ждем. Потому что мы очень редко отдыхаем. Очень редко расслабляемся. У нас такого нет, чтобы мы каждую неделю шашлыки жарили. Мы можем от силы за лето пару раз шашлыки пожарить. И то от случая к случаю. На какой-то день рождения или праздник. И все. А так целый круглый год работаем. И поэтому, когда приходит Новый год, для нас это просто великий праздник. Потому что мы действительно в новогодние праздники, в Рождество отдыхаем с удовольствием. И что мы в этом году сделали? Мы с удовольствием отдохнули. Несмотря на все трудности, которые нас встретили. Мы от души танцевали. Ноги болели. Пели. Голос потеряли. Наслаждались. Я вот сейчас говорю, Юля, мы столько еды съели. Я ведь готовила с учетом рождественских еще праздников, чтобы на Рождество у нас столько было наготовленной еды. Мы все съели. У нас ничто не пропало. У нас действительно вот праздники вообще хорошо прошли. Несмотря на трудности, которыми мы еще столкнулись. Но мы прям вот в удовольствие отмечали. И сколько фильмов пересмотрели за время праздников. Вы даже не представляете. Можно, я не знаю, список создать. Но мы фильмов пересмотрели. Потому что у нас других дней не будет. Все. Вот это время у нас это отдых. После мы переходим опять в рабочую стадию. И причем пашем, пашем, пашем. Мы, кстати, уже с 4 числа в полную мощь работали. И работаем на полную катушку. И для нас праздники ближайшие. Это единственное, что может быть. Ну вот единственные майские праздники будут. Может быть. И то там. Один денечка. После работы шашлыки пожарим. И опять, как говорится, в полный рост работы. Вот. Поэтому я говорю. Все праздники, чтобы получать от них удовольствие, нужно их не разводить, как не знамо что. Как грибы на грядке. Вот любого спросить, даже любой, соврет вам, но будет правда только одна. Кажет, скажет, что не хочет толком работать, хочет просто деньги получать и побольше отдыхать. И побольше выходных, поменьше работы и побольше денег. Вот что самое важное сейчас для людей. Все это хотят. Но вот этим самым мы себя испортили. Испортили и стали слишком лишь потребителями, а не созидателями. Поэтому и живем так. А жить стали бы лучше, если бы все-таки больше бы созидали, чем потребляли. Ну, а на этом, конечно же, я всех поздравляю с праздниками. Пусть у вас будут всегда праздники. И в душе, и в натуре, и везде. Если вам не трудно, напишите в своих комментариях, как вы провели Новый год. С кем встречались, какие, может быть, новости по Новый год получили. Напишите. Мы с вами порадуемся и за вас порадуемся. Ну, сейчас сажать рано. Ну, я думаю, что где-то в начале февраля начнем уже сортировать семена. То есть распределять. Нужно будет выбрать те семена, которые уже можно будет посадить. Ну, и немножко там отсеять. Что, куда, зачем, почем. Решить, какие сажать буду томаты. Потому что в этом году новые томаты. На той неделе, скорее всего, с блинчиками начнем разбираться. А потом уже семенами. Очень чешутся руки. Руки чешутся так, что хочется сказать, я тебя сейчас прячу за спину, завяжу. Ну, так хочется почесать. Так хочется почесать руки.